В эфире программа День города в студии Алена Куколева. Здравствуйте! О событиях прошедших суток с вами поделятся наши авторы. Вот некоторые темы этого выпуска. Такие пасхальные традиции соблюдают сегодня рязанцы. В городе стартовал фонтанный сезон и ретро-автомобили смогут увидеть горожане в День пожарной охраны. Один из главных православных праздников – Пасха или Светлое Крестово Воскресенье – всегда приходится на весну. Точная дата каждый год разная и определяется на полуно-солнечному календарю и специальным таблицам, которые называются пасхалями. В старину незадолго до полуночи приход Пасхи ознаменывался колокольным перезвоном. Православные христиане стекались в храм, где выставили до утра долгую, светлую, торжественную службу. Кстати, на Руси обниматься и трекратно целоваться в эти дни, тем самым разделяя радость воскресенья, можно было с каждым встречным. Раньше на Пасху устраивались широкие гуляния. Песни, танцы, хороводы не смолкали до полуночи. Какие традиции соблюдают сегодня рязанцы, узнавала моя коллега Марина Комиссарова. Сейчас традиции немного трансформировались под влиянием времени, но люди все так же готовятся к празднику и ждут Светлого Христового Воскресения. Яички купим, красить будем, красим луковой шелухой. Ой, приготовилась уже, все, и яички покрасила, кулич купила, творог сделала, все сделала, все приготовила, все убрала, все помыла. А почему нас любят так этот праздник? Да я не знаю, мы с детства воспитаны так. Мне 81 год, мы с детства воспитаны, праздник Пасха. Вроде так и надо, убираемся, моемся. Выбираем кулич, сходили пасту купили, значит, вечером все приготовить. Дождь придет, приготовить, пойдет посвятить. И 1 числа будем разговариваться. Вы постились даже, да? Да, не осень поселить, потому что здоровье не позволяет. А так немножко, по мере возможности, поменьше употребляю мяса, жиры, а побольше там крупу, овсянку. Покупаем яйца, красим их. Куличи печем. Куличи печем. Сами печете? Да. То есть не покупаете? А как думаете, почему у нас в стране там крупный праздник? Потому что мы православные все. Очень хорошо развита религия. Да. Послезавтра соберемся все. На кладбище мы не ходим, мы ходим на радовницу. А так куличи, яйца крашены, дети помогают красить, красивое делают. Ну и вспоминаем родственников. Куличи самостоятельно пекут теперь немногие. Ведь можно купить праздничное блюдо на любой вкус. Наши куличи готовят жидко. Рецепт особенный, не особенный. Мы ей не выпекаем. Скорее всего, у каждой организации свои рецепты. И он особенный. На пасхальной ярмарке предлагаются самые необходимые в Пасху продукты. Яйца, куличи и молочная продукция. В основном творог. Ярмарка проходит с 28 по 29 апреля на Площади Победы. Работает она в течение всего дня с 9 до 18 часов. Открытие сезона фонтанов еще больше подтверждает приближение лета. Так первым заработал фонтан на Площади Победы. А сегодня на улицах Рязани было запущено еще три. Два из них на площади Ленина и один на театральной. Когда фонтаны заработают на полную мощность, один раз в месяц их будут включать для профилактики и очистки. На открытие одного из украшений города побывала Анна Герцовская. Красивейший фонтан на площади Театральной ожил солнечным утром после зимнего сна. Перед этим он прошел процесс подготовки и очистки. И в дальнейшем будет обслуживаться еженедельно по четкому расписанию на протяжении всего периода работы, как и остальные пять фонтанов Рязани. Работу будет осуществлять дирекция благоустройства города. Сейчас это учреждение ведет подготовку к запуску и других фонтанов, расположенных в Рязани. Все они заработают до начала мая. У нас сейчас незапущенными остается два фонтана. Это на Соборной и возле кинотеатра Москва. Работы профилактически на них заканчиваются. И оба фонтана будут запущены завтра. На Соборный фонтан еще необходима дополнительная очистка. Завтра с утра он поставлен будет на заполнение. На заполнение уйдет 2,5-3 часа. И где-то к середине дня он уже будет работать. На фонтане возле кинотеатра Москва, возле Георгия Победоносца, чаша фонтана более глубокая. Насосы будут подготовлены к запуску уже сегодня. Сегодня закачка будет происходить всю ночь. Заполнение фонтанов где-то уйдет 12-14 часов. И также завтра где-то к обеду к 12 часам дня фонтан заработает. Кроме этих фонтанов есть, конечно, в нашем городе и совсем заброшенные сооружения. Например, на площади перед ремонтирующимся городским цирком. Как пояснили нашему телеканалу, этот фонтан все-таки в скором времени планирует оживить. И люди смогут наслаждаться его красотой вместо этих руин. В настоящее время готовится к открытию наш городской Рязанский цирк. И, безусловно, администрация города, глава администрации города рассматривает вопрос либо реконструкции, либо восстановления фонтана возле непосредственно цирка. Так что с открытием от реставрированного цирка горожане смогут увидеть такую же красивую картину перед ним, как и перед драматическим театром. Ведь этот фонтан, помимо того, что украшает площадь, еще и производит сильное впечатление своим разнообразием струящейся воды. В российских регионах продолжаются масштабные учения МЧС. Сотрудники службы уже провели разведку с помощью современных летательных аппаратов. Отрабатывали навыки спасения людей на воде и условное тушение природных пожаров. Основной целью третьего этапа является отработка практических совместных действий пожарных подразделений различных ведомств по тушению крупных, лесных, торфяных, ландшафтных и других природных пожаров. Опыт реагирования предыдущих годов показал, что одним из самых сложных вопросов является именно межведомственное взаимодействие. Поэтому помимо группировки МЧС России, командно-штабному учению привлекаются силы и средства Рослесхоза, авиалесоохраны, пожарные формирования субъектов Российской Федерации, арендаторов и сельхозпроизводителей, специализированные лесопожарные подразделения, пожарные добровольцы и иные структуры, которые в случае необходимости могут быть задействованы в тушении природных пожаров. Сегодня в ходе тренировки отработано эшелонирование привлечения сил и средств, оперативное наращивание сосредоточения противопожарных подразделений на особо опасных участках, а также применение тяжелой авиации и вертолетов МЧС России, оснащенных водосливными устройствами для локализации и тушения крупных лесных пожаров. В местах, где высока вероятность возникновения торфяных пожаров, отрабатываются вопросы обводнения, термического контроля и мониторинга за этими пожароопасными объектами. Особое внимание в ходе учений уделили оповещению и эвакуации населения. 30 апреля в День пожарной охраны в Рязани состоится автопробег и выставка пожарно-спасательной техники. В состав колонны войдут не только современные образцы, но и ретроавтомобили. Они проедут от Рязанского управления МЧС по улицам города. Подробнее Роман Дворецков. 30 апреля по всей стране отмечается День пожарной охраны. Праздник был установлен в 1649 году, после того, как в Москве приняли закон о людском благочении при тушении пожаров. В этом году отмечается 367-я годовщина пожарной охраны. В честь этого праздника в Рязани пройдет автопробег пожарной техники. По улицам города, начиная с 10 часов утра, пройдут не только современные образцы противопожарной техники, но и ретроавтомобиль ГАЗ-АА. Первый автомобиль такого типа сошел с конвейера Московского завода противопожарных машин номер 6 в 1933 году. В кузове автомобиля находился бак, отсек для спецоборудования, трехступенчатая пожарная лестница и другие средства борьбы с пожарами. Однако имя автомобиль получил лишь в 1941 году. Пожарная машина ГАЗ, модель номер 1. Сегодня же в преддверии профессионального праздника в Главном управлении МЧС России Рязанской области награждали отличившихся огнеборцев. Поздравлял ветеранов пожарной службы вице-губернатор Рязанской области Сергей Филимонов. Желаю вам дальнейших успехов в деле служения нашему любимому Отечеству и успехов в продолжении славных традиций пожарной охраны Рязанской области. А традиции простые. Приходить первыми на помощь и спасать человеческие жизни. Желаю вам личных успехов, здоровья, счастья, семейного благополучия. И накануне Дня Великой Победы желаю всем мира. Служба в пожарной охране является одной из самых трудных как в моральном плане, так и в физическом. Огромное количество пожарных каждый день спасают чужие жизни, иногда во время своим. Нужно помнить и придавать огласки каждой из этих подвигов. В Рязани сегодня горела крыша здания рядом с рестораном «Былина». В результате возгорания огнем повреждено 6 квадратных метров кровли здания. На пожаре никто не пострадал. На ликвидации возгорания работали 5 пожарных машин и 12 человек личного состава. В этом же районе города не так давно горела крыша Рязанского цирка. Кровля ресторана «Былина» загорелась около 11 часов утра. Пламя заметили сотрудники, которые вызвали пожарных. В 11 часов 20 минут на ЦПС главного управления поступило сообщение о загорании на кровле ресторана «Былина». По прибытию пожарных подразделений с закрытым пламенем горела кровля на площади 5 метров квадратных. Прибыл, значит, на пожаре работало 5 единиц техники, автолестница и 17 человек личного состава. В 11 часов 39 минут пожар ликвидирован. Персонал ресторана эвакуировали, пострадавших нет. Нет угрозы и близлежащим зданиям. Имущество заведения тоже в порядке, кроме кровли, которую теперь придется заменять. Причину возгорания пока не установили. День пожарной охраны у нас 30 апреля, то бишь завтра. В этот день приходится работать. Сейчас у нас очень много вызовов, потому что в связи с сухой, жаркой погодой очустились случаи загорания травы, также бесхозных строений. Поэтому приходится выезжать и в день пожарной охраны в том числе. Единственным препятствием для работы сотрудников МЧС стали припаркованные на тротуаре автомобили, которые мешали заправке пожарного гидранта. Два человека погибли в Рязанской области в результате страшного ДТП в Михайловском районе. Подробности аварии сообщил региональный МВД. Далее Наталья Новикова. Сегодня в Михайловском районе сгорел Nissan X-Trail. Инцидент произошел на 233-м километре дороги Москва-Астрахань в 5 часов утра. 66-летний водитель на Nissan X-Trail совершал обгон по встречке и столкнулся в лоб с грузовиком «ДАВ» под управлением 57-летнего водителя. Из-за ДТП Nissan сгорел полностью водитель и его пассажир погибли на месте. В Рязани завершился первый юношеский автопробег. Он был посвящен 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию Государственной автоинспекции. В автопробеге принимали участие 18 юношей и девушек, воспитанников одной из автошкол. Юные водители в сопровождении опытных инструкторов проехали по дорогам шести районов области. Автопробег стартовал 27 апреля в Рязани, прошел по городам и поселкам региона и финишировал на Площади Победы. Мероприятие, которое посвящено 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне для воспитанников автошколы «Магистраль», организовала Рязанская госавтоинспекция. Данный автопробег соединил в себе две составляющие. Это проверку профессионализма и качества обучения в вождении в автошколе. А также его участники отдали дань уважения великому празднику. Празднику Победы в Великой Отечественной войне. В райцентрах, где участники автопробега делали остановки, они возлагали цветы к памятникам, встречались с ветеранами, слушали их рассказы о войне, исполнили для них песни. Ну, как видим, пробег удался. Встречи в районах были организованы на высшем уровне, митинги, массовость. То есть, если подходить с стороны нравственной оценки, это то мероприятие, на котором будут расти вот эти участники этого пробега. А может быть и те, кто видели данное мероприятие, участвовали в нем на местах. По мнению организаторов, автопробег был для ребят проверкой их водительских навыков. Как считают в ГИБДД, такие профилактические мероприятия должны проходить чаще, так как они оказывают существенное влияние на снижение уровня детско-транспортного травматизма и воспитание будущих законопослушных водителей. Ребята не только практиковались в вождении, но и прикоснулись к военной истории края. Тем самым почтили память погибших воинов в Великой Отечественной войне. В администрации города сегодня рассказали о мероприятиях, посвященных 71-й годовщине Великой Победы. Всего их будет более 80. Как проходит подготовка к майским праздникам и какие мероприятия увидят рязанцы, расскажет Оксана Тебенихина. Подготовка к весенним праздникам началась еще в марте. В основном она касалась благоустройства города, ремонта дорог, нанесения разметки и облагораживания памятных мест. В городе Рязани таких мест 50. Мы все их обследовали еще в марте месяце. Были составлены планы работы по их ремонту. На сегодня практически завершаются и подходят к своему завершению работы по благоустройству мемориального комплекса на Скорбящинском кладбище, монумента Победы на площади Победы. И завершаются работы на монументе, мемориальном комплексе памяти на погибших в локальных войнах. Также на конференции журналистам рассказали об акциях, посвященных празднованию Победы в Великой Отечественной войне. В частности, о Параде Победителей, который, кстати, в прошлом году собрал около 20 тысяч участников в одной лишь Рязани. Я думаю, мы рассчитываем, что у них участие не меньшее количество людей, возможно, даже больше, потому что, на самом деле, акция очень важная. С точки зрения эмоциональности, мы это распределили, которые приходят с портретами, они, на самом деле, в большей степени, прочувствуют всю серьезность в связи от тех событий, которые происходили в годы Великой Отечественной войны. Находясь в этом страйке, пара победителей, каждый ощущает, может быть, с вами ездить, но посмотреть, сколько людей у вас уже, к сожалению, не могут прийти на такие мероприятия, сколько людей погибло в годы Великой Отечественной войны. Рассказали журналистам и о работе, направленной на организацию памятных мероприятий для ветеранов Великой Отечественной войны, ведь поздравить победителей хочет каждый гражданин. Рассказали и о новых акциях, которые в скором времени наверняка станут доброй традицией майских праздников. Кремлевский спирт полностью задействован разными оперативными площадками. Здесь и исторические конструкции. Здесь будет солдатский этаж. Здесь будет и индиагр под открытым небом, где можно смотреть фильмы, старые фильмы во время Отечественной войны. Время произойдет с 11 до 15. Также будет интересное творчество программного театра «Великой Отечественной войны». 9 мая более чем в 150 городах России в рамках праздника Победы в Великой Отечественной войне в шестой раз пройдет акция «Рекорд Победы». В ней примут участие более 27 тысяч человек, которые почтят память героев, отдавших свои жизни ради мирного неба над головой. Участники акции выполнят отжимания по одному разу за каждый прожитый мирный день с момента окончания войны. В этом году в каждом городе отожмутся по 25 тысяч 933 раза. Эта уникальная патриотическая акция направлена на поднятие патриотического духа, пропаганду спорта и здорового образа жизни среди населения страны. В Центральной России на этой неделе, как говорят, будет неустойчивая переменчивая погода. То солнце, то кратковременные дожди. Вот такой сюрприз для нас приготовила природа на долгожданные майские праздники. Подробнее Наталья Новикова. Погода не порадует жителей нашего города теплом в первую часть майских праздников. По закону подлости, все дни с 1 по 4 мая, скорее всего, будут пасмурными и дождливыми, сообщает Гидрометцентр России. При этом, несмотря на дождь и отсутствие солнца, на протяжении всех первомайских дней сохранится довольно высокая температура воздуха. Так, 1 мая столбик термометра поднимется до 18 градусов. 2 мая будет плюс 20, 3 мая ожидается около 17 градусов тепла. С 4 мая температура начнет падать, но не сильно. Синоптики ожидают в этот и следующие дни около 15 градусов тепла. Ночью будут тоже достаточно теплыми. Столбики термометров будут подниматься до 10 градусной отметки. И только 5 мая метеорологи предрекают короткую передышку в череде пасмурных и дождливых дней. Выглянет солнцем, насадков не будет. Правда, уже с 6 мая они зарядят снова. В общем, шашлыки и огороды придется как-то совмещать с дождем. Зато от такого обилия осадков природа зазеленеет и расцветет еще быстрее. И уже с первыми лучами солнца наступит настоящая красочная весна с распустившимися тюльпанами, цветущими деревьями и сочной травой. На этом у меня все. Далее смотрите программу подробностей и прогноз погоды. Завтра подведем итоги этой недели. А пока хорошего продолжения вечера. Субтитры создавал DimaTorzok